Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с гостем программы будем говорить о работе Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Присоединяйтесь! Александр Валентинович Рожко, директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. В 1991 году окончил Гродненский государственный медицинский институт, а в 2007 году Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовой путь начинал в Гродненской областной клинической больнице, где работал на протяжении 10 лет. В разные годы возглавлял отдел здравоохранения Гродненского городского исполнительного комитета и коллектив Гродненской городской больницы. В 2007 году Александр Рожко был назначен директором Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Под его руководством в 2008 году было открыто первое в стране отделение иммунопатологии и аллергологии, а в 2014 году на его базе создан Республиканский центр иммунопатологии. В 2012 году в центре начала развиваться служба трансплантации почки. Александр Рожко имеет степень доктора медицинских наук, ученое звание доцент. Является автором более 90 печатных статей, участвовал во внедрении 28 новых методик по лечению и профилактике заболеваний. Награжден знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» и медалью «За прационные заслуги». Вопросы, которые касаются деятельности Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека, вы можете задавать, позвонив по номеру телефона код Гомеля 0232-340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер, номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Александр Валентинович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, ЖМ и телезрители. Александр Валентинович, в этом году к вашим заботам руководителя РНПЦ и к научной работе добавилась еще одна важная стезя. Вы стали депутатом областного совета. В нем представляете интересы жителей Ветковского района. Скажите, пожалуйста, уже успели вникнуть в проблемы своего округа и в чаяние ожидания его жителей? Вы знаете, Ольга, с Ветковским районом мы знакомы достаточно давно, потому что эта территория относится к пострадавшим зонам. И жители, которые проживают в Ветковском районе, практически 100% относятся к категории лиц, которые пострадали в результате аварийной Чернобыльской АЭС или проживают на загрязненных территориях. И, безусловно, вопросы медицины, они соприкасались еще далеко до того, как стал депутатом. Но в результате предвыборной кампании, конечно, приходилось проводить достаточно большое количество встреч. И хотелось бы отметить то, что люди наши очень мудрые люди. Их, безусловно, волнуют непосредственно те вопросы, которые глобальны. Со своими вопросами они пытаются справиться самостоятельно в меру возможностей. И если сегодня расставлять какие-то акценты в плане вот этой предвыборной кампании, то один из вопросов, конечно, это вопросы медицинские. Люди сегодня перестраивают свой образ жизни. Они больше обращают внимание на вопросы своего здоровья. Ну и, конечно, вопросы бытовых. Бытовые – это сегодня газификация Ветковского района. Для себя уже определили, чем бы вы хотели помочь жителям Ветковского района, чем бы вы могли быть полезны. Ну, вы знаете, местные советы – это, в общем-то, основные акценты. Это акценты, действительно, на улучшение качества жизни людей. И, видимо, самый важный вопрос, который хотелось бы помочь или сделать так, чтобы это качество жизни у каждого хоть чуть-чуть на улучшилось. – Ну что ж, остается только пожелать жителям района приходить каждый второй вторник месяца, если я не ошибаюсь. Вы проводите прием в Ветке, и они могут к вам обратиться. Ну, а мы продолжим разговор, поговорим о радиационной медицине. Это основная, конечно, сегодня тема нашей беседы. Александр Валентинович, вы помните, как вы впервые услышали о Чернобыльской аварии, о том, что большая часть Беларуси подверглась радиоактивному загрязнению. Вот этот момент помните? – Конечно, безусловно, помню. Почему? Потому что, в общем-то, этот момент застал в студенчестве. Оценить, конечно, с точки зрения студента очень сложно. Все эти вот параметры, которые мы узнали с опозданием. И, видимо, это самая большая проблема, которая была после Чернобыля в рамках СССР. Почему? Потому что уже на сегодняшний день, можно сказать, что это йодная профилактика, она должна была начаться гораздо раньше. Узнал об этом тогда, когда у нас была анатомия, и мы изучали структуру человека. Поэтому вот все эти моменты студенческие, молодежные, они, конечно, ну, внесли такую большую коррективу, что действительно произошло что-то такое глобальное. – А как вам об этом говорили? От преподавателей вы узнали? – Вы знаете, в общем-то, действительно-то мы узнали от преподавателей. И узнали то, что в Украине, в Чернобыле, произошла такая катастрофа. Безусловно, было очень сложно оценить вот все параметры или все характеристики этой чернобыльской аварии. Но вот эта вот глобализация и размах, которые начали передавать средства массовой информации, в первую очередь даже не с территории Украины или с территории Белоруссии и зарубежных территорий, конечно, это послужило таким толчком. – Ну, тогда, наверное, сложно было себе представить, будет ли это проблема одной какой-то территории, да, или, ну, наверное, сложно было догадаться, что это настолько будет близко касаться нас, нашей области. И, конечно же, никак вы не могли знать о том, что это настолько близко будет вашей судьбе дальнейшая эта тема. А вас пытались как-то предостеречь, говорили вам, что делать, может быть, как обезопасить себя, или об этом речи не шло? – Ну, во-первых, в первую очередь, конечно, тогда, когда прошла информация, очень активизировалась медицинская общественность. И вопросы, конечно, профилактической медицины, они стали на первую очередь. Это я вот обозначил то, что йодная профилактика, хотя она, в общем-то, в какой-то степени опоздала. Безусловно, Грудненская область, которая заканчивала и в то время проходила обучение в студенчестве, она была более отдалена, чем Гомельская область. И вот эти, может быть, акценты, они звучали не так сильно. Но на тех территориях, мы знали уже от преподавателей о том, что в Гомельской области, да, действительно, есть очень большая проблема, и что люди активно поехали помогать и решать ее. – Конечно же, стране понадобились квалифицированные медицинские кадры, оборудование, возможности. И действительно была такая серьезная необходимость Центра специализированного, и вы его возглавили. Скажите, постепенно добавлялся к основной задаче – это помогать пострадавшему населению ряд еще других направлений на каком-то из этих этапов. Вам было страшно, что, может быть, уже слишком амбициозная задача, не хватит ресурсов, не справитесь? Или, скорее, интересно? – Ольга, сложно очень оценить ретроспективно вот эти все этапы, но скажу так, что, в принципе, с Чернобыльской атомной электростанции, с аварий на ней, началась вся история радиационной медицины в Беларуси. Было создано ряд медицинских учреждений. Это диспансеры Гомельской области, Могилевской области. Это научно-исследовательский институт радиационной медицины в Минске. И, безусловно, стояла задача еще тогда в рамках большого государства, государства СССР, что должно быть какое-то такое учреждение, которое способно на своей базе оказывать медицинскую помощь пострадавшим не только Беларуси, но и России, и Украине. И тогда, в общем-то, и родилась идея создания центра радиационной медицины. Те задачи, которые прогнозировались, конечно, они прогнозировались в рамках СССР. Но спустя время произошел исторический развал, и вот это учреждение пришлось строить, достраивать силами Республики Беларусь. И когда президент открывал это учреждение, конечно, он поставил очень достаточно емкий, амбициозный, что наука должна быть там, где сегодня есть проблемы. И научные кадры должны сосредоточены быть там, где есть проблемы. Сказать, что был какой-то страх, видимо, достаточно, может быть, не объективно, просто был интерес в том, чтобы действительно мы стали не просто хорошим учреждением, а сегодня стали передовым учреждением с передовой материально-технической базой, с хорошими кадрами, которые способны решать самые сложные задачи. Накануне в центре побывали наши корреспонденты, поинтересовались, какие виды помощи здесь могут оказывать и какие условия для этого созданы. Давайте посмотрим сюжет. Впервые идея о создании в Гомеле специализированного центра радиационной медицины была озвучена в 1990 году. Правда, до ее практической реализации прошло почти 15 лет. Сегодня центр является головной организацией по научному обеспечению государственной чернобыльской программы и оказанию специализированной медицинской помощи пострадавшему населению. Наше оборудование, в частности конфокально-лазерная эндомикроскопия, позволяет во время эндоскопического осмотра на клеточном уровне выявлять ту патологию, которую мы не видим глазом, скажем так. На практике это означает, что медики уже могут проводить исследования, например, предопухолевых состояний в желудочно-кишечном тракте, на клеточном уровне и таким образом лечить их куда более эффективно. И хотя физически эта процедура неприятная, специалисты настоятельно рекомендуют. Проблемы нужно решать до того, как они примут катастрофический характер. С этими рекомендациями полностью согласны и специалисты клиника диагностической лаборатории. Сегодня здесь могут провести практически любые исследования. От молекулярно-генетического прогноза течения заболевания и определения реального биологического возраста человека до практически стопроцентного прогноза вероятности осложнений наследственных заболеваний. Сейчас тромбозы актуальны и в молодом возрасте. Это риск инсультов, инфарктов. И без лабораторного обследования невозможно сказать, будет тромбоз или не будет тромбоза. И пациенты должны обязательно проходить целый спектр исследований. Есть такая группа, как наследственная тромбофилия, то есть у родственников был тромбоз, в анамнезе, например, или перенесен инфаркт, или инсульт, то желательно, конечно, родственникам прямым обследоваться на тромбофилии. Двухэнергетический рентгеновский компьютерный томограф. Для непрофессионала звучит, возможно, слишком научно. Однако для тех, кто понимает, это оборудование действительно высокого уровня. Его наличием сегодня может похвастаться не каждое медицинское учреждение Беларуси. Всего за несколько секунд более 60 фотографий внутренних органов человека, от лёгких до сосудов головного мозга. При постановке диагноза ошибиться практически невозможно. Конечно, по сравнению с обычным рентгеновским аппаратом здесь доза облучения выше. Но в данном случае это будет, конечно, сравнимо в связи с тем, что данное оборудование решает серьёзные, можно сказать, экспертные диагностические задачи. То, что мы не можем выявить при помощи обычного рентгеновского оборудования, на компьютерном томографе мы зачастую помогаем клиницистам поставить правильный диагноз. В офтальмологических отделениях свои достижения. Вернуть зрение здесь обещают практически всем пациентам, которые видят свет. Не всегда на прежний уровень, да, и время восстановления необходимо разное, однако шанс есть у многих. То, что ещё два десятилетия назад называли чудом, сегодня стало реальностью. Если же есть светоощущения, то современные медицинские технологии позволяют, если не вернуть стопроцентное зрение, то зрительные функции повысить. Всё зависит от того, какой диагноз у пациента. Если же это катаракта, то, конечно, зрение возвращается до исходного уровня. Если же это отслойка или разрывы сетчатки, здесь, конечно, уже зрительные функции мы до 100% поднять не можем, но ряд оперативных вмешательств, которые помогут вернуть зрение, мы проводим. Плюшевый тигрёнок на окне становится самым близким другом ребёнка на время, проведённое в больнице. Для пациентов гематологического отделения, для детей, Центр радиационной медицины и экологии человека часто становится домом на несколько месяцев. Генетическая предрасположенность, перенесённые вирусные инфекции, неблагоприятные экологические и радиационные факторы. Причины заболевания могут быть различными, но у всех, оказавшихся здесь, одна мечта – выздороветь как можно быстрее. В нашем отделении мы работаем по международным протоколам терапии онкогематологических заболеваний. Это и химиотерапия, и лучевая терапия, и сопроводительная терапия. Только, скажем так, при условии, когда проводится вот такое комбинированное лечение, есть шансы добиться выздоровления у тяжелобольных детей. Вы смотрите «Диалог». Мы работаем в прямом эфире и принимаем в нашей студии вопрос от телезрителя. Здравствуйте! Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте! Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Мы готовы вас выслушать. Алло! Да, да, мы вас слышим. Говорите погромче, пожалуйста. Обращается житель Агроновоселки Ветковского района. Коцуба Владимир Николаевич. Как бы я обращаюсь по порушению жителей. Улица Октябрьская, это центральная улица. Вот, может, вы проезжали, как бы видели. У нас монтируется металлический забор. Вот. Начались работы с декабра месяца прошлого года. Ну и как-то остановились, вот сказали как-то с финансированием вопросы. Может, вы как-то владеете этой ситуацией. У вас велись работы, работы остановились, да? Да. По возведению забора. Да. Они остановились в декабре месяце. Как бы начали столбы, поставили обрамление и дальше на этом все остановилось. А кто ведет работу? Белниострой. Поняли вас. Спасибо вам большое за звонок. Александр Валентинович, вот так неожиданно, да? Мы думали, что больше будет вопросов по РНПЦ, а вопрос к депутату. Спасибо большое за вопрос. Я хочу сказать, что с этим вопросом я пометил для себя вашу фамилию и место, откуда вы их. Думаю, что в ближайшее время уточню. И на правах уже вашего депутата, вашего представителя вам ответят. Номер телефона, пожалуйста, оставьте нашему редактору. Ну, а мы будем говорить о центре, который мы только что видели. Как вы оцениваете эффективность работы ваших специалистов? По каким критериям? Насколько сегодня в центре врачи справляются с самыми сложными задачами? Ну, вы знаете, в общем-то, в этом ролике, который был вот сейчас в виде заставки, была показана та материально-техническая база, которая есть непосредственно в нашем учреждении. Конечно, материально-техническая база – это хорошо, но кадры и специалисты – это, видимо, самая важная составляющая любого учреждения, которая может выявить, насколько это учреждение состоялось. Сегодня наши специалисты – это действительно профессионалы с большой буквы. И каждый специалист – это отдельная личность. И вопросом кадров, вопросом подготовки этих специалистов мы занимаемся ежедневно. Это включает в себя и сегодня учебы, это включает в себя и проведение конференции, это и участие в международных каких-то проектах, это и подготовка диссертационных работ. И хочется отметить то, что в целом учреждение растет из года в год. У нас более 30 наших непосредственно специалистов – соискатели или аспиранты. Ежегодно в учреждении защищается от 6 до 7, становится 6-7 кандидатов наук больше. Поэтому работа проводится очень активно. Это предмет вашей гордости, что у вас такой коллектив именитый, что люди со степенями учеными. А человеку, который приходит со своей бедой, со своей надеждой к врачу, конечно же, хочется знать, какие шансы. И хочется довериться на самом деле на 100% врачам. Вот как получается. Тем более, что с простыми ведь случаями к вам не идут. К вам идут уже серьезные задачи. И это не просто имидж коллектива или какое-то позиционирование каждого специалиста. Это сегодня ответ на то, что действительно каждый из специалистов отвечает за то, что он может сделать на высоком качественном уровне. И не в качестве похвалы, но скажу то, что в основном мы имеем благодарность от людей. Безусловно, где-то какие-то нюансы бывают, где-то встречаются какие-то, может быть, сложные. И где-то не всегда возможно разобраться. Но по тем критериям, которые существуют сегодня по оценке качества медицинской помощи, мы можем сказать с полной уверенностью, что мы выкладываемся, мы делаем все максимально на самом высоком европейском уровне. Спасибо, Александр Валентинович. Есть вопросы от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже в эфире. Пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я проживаю в Волотове. Хочу записаться на консультацию к офтальмологу вашу РСЦ. Это консультация платная или нужно направление нашего врача с поликлиники? Какому специалисту, простите, Аня, расслышала? Офтальмологу. Эндокринологу? Офтальмологу. Офтальмологу. Я думаю, что мы этот вопрос возьмем на более детальный контроль. Вы можете уточнить? Я думаю, что не в эфире. Не в эфире. А за эфиром номер телефона Елены и адрес есть. Спасибо. Если ответить на этот вопрос, то скажу так, что в принципе отлажена четкая система организации медицинской помощи в РНПЦ. Если пациенты самостоятельно обращаются к нам, действительно это идет на платной основе. Если идет по направлению из лечебных учреждений, это идет бесплатно. То есть к доктору, к вашему по месту жительства, имеет смысл обратиться и попросить направление на более тщательную диагностику. Радиационная медицина одна из самых молодых отраслей научного знания в этой области, в области медицины. Какой вклад специалисты РНПЦ в нее внесли? У вас есть недавние патенты на разработки? Вы знаете, радиационная медицина, Ольга, очень достаточно сложная и такая всеобъемлющая дисциплина. Почему? Потому что она, может быть скажу таким медицинским языком, очень сложно ее связать с нозологическими формами. А это больше как фактор, который может повлиять на развитие той или иной патологии. И сегодня радиационная медицина очень тесно сопряжена с такими вопросами, как эпидемиология и очень длительного изучения в процессе времени. Для того, чтобы выявить именно вот эту компоненту, именно ту составляющую, которая называется радиационной составляющей. Если брать в разрезе тех научных достижений, которые сегодня, действительно мы можем гордиться и говорить о том, что это не только где-то разработки республиканские, а это разработки международные. Это совместный патент со Всероссийским центром экстренной радиационной медицины, который является нашей коллегой и нашей совместной участникой в союзной программе по изучению клеток щитовидной железы, именно по их аномалиям. Это такая, будем говорить, на уровне клеточных технологий разработка. Речь идет о диагностике? Речь идет о диагностике и речь идет о связи, именно причинно-следственной связи с радиационным фактором. То есть установить являлось ли это причиной возникновения заболевания? Мы продолжим эту тему. Александр Валентинович, у нас есть очередной телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Я Мария Кирилловна, проживаю на Лобелице, отношусь к париклинике номер один. Я хочу гостям нашему задать вопрос. Можно ли пройти в радиационном центре эндоскопию желудка? Эндоскопию? Да. Поняли вас. Спасибо. Ну, отвечу коротко. Безусловно, да. Платно-бесплатно направление? Ну, это было как предыдущий вопрос. Если это идет по направлению врача, из поликлиники это на бесплатной основе. Если это идет самостоятельное обращение, непосредственно данной медицинской услуги, она идет платно. Есть уже сообщение на нашем портале в Вайбере, можно сказать, что аналогичное. Есть показания к проведению операции, как сделать ее в РНПЦ, а не в городской больнице. Что для этого нужно? Ну, прежде всего направление. Чтобы был первичный осмотр и чтобы был осмотр непосредственно, ну, хотя бы первоначально какой-то поликлинического звена, врачей поликлинического звена. Да. И направление нужно получить конкретно в РНПЦ от своего врача? Безусловно. Но врача еще нужно в этом убедить, что... Ну, я думаю, что в хирургическом вмешательстве врача не нужно убеждать. Но в том, что его нужно провести в РНПЦ, а не в другом каком-то... Ну, каждое учреждение, оно специализируется, и порой пациенты обращаются, ну, да, что в РНПЦ проводится все. Нет. Есть определенная специализация. Мы, конечно, безусловно, оказываем очень широкий круг медицинских услуг. Но этот круг не стопроцентный. Да, возможности не безграничны специалистов. Можно ли попасть на консультацию к специалистам РНПЦ без направления врача из поликлиники по месту жительства? Да. На платной основе. То есть можно просто к вам прийти или позвонить, да, и... Да, в регистратуру. И оплатить. Совершенно верно. Какие категории граждан могут пройти диагностику на бесплатной основе? У нас нет ограничений. Все граждане Республики Беларусь, они относятся к одной категории. Медицинская помощь, если согласно протоколам, она также оказывается на бесплатной основе. Разобрались. Спасибо. Спасибо. Сейчас следующий вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Елена. В настоящее время мы проживаем в Гомеле с семьей. Ранее у нас есть аукционное удостоверение по статье 24, как пострадавшая от катастрофы на ЧАЭС. Я хотела бы узнать, возможно ли без направления с поликлиники пройти обследование, диагностику в вашем медицинском учреждении? Ну вот, как мы только что уже выяснили, платно? Да. Ну, вы понимаете, Ольга очень четко подметила тот вопрос, что сегодня учреждение не безграничное. И есть определенные ресурсы, которые мы располагаем. Поэтому так уже построена структура организации медицинской помощи, что первичный осмотр и первичный какой-то выбор дальнейшей тактики лежит в плоскости поликлинического звезда по месту жительства. Александр Валентинович, а у людей из пострадавших территорий, которым это не нужно доказывать, они являются приоритетной категорией для вас? Ну, вы знаете, в общем-то мы сохранили и уже работаем на протяжении долгих лет по принципу выездных бригад. И там, где есть территории пострадавшие и есть большое количество населения, наши специалисты выезжают по месту и оказывают консультативно-диагностическую помощь. Поэтому акценты, безусловно, они в сторону пострадавшего населения. Спасибо, Александр Валентинович. Сейчас дам возможность вам немножко отдохнуть, а слово предоставлю гамильчанам. В эфире нашей рубрики «Есть мнения». Давайте посмотрим. Приходилось, конечно, обращаться. Там квалифицированная помощь, специалисты. Ну, все на высшем уровне, в общем, оценок. Качество помощи, ну, европейское, так скажем. Нет, не приходилось. Отличное обслуживание. Хорошее обслуживание специалистов центра радиационной медицины. А каким конкретно специалистам вы обращались? Моим, вы спросили, знакомым. Я конкретно не обращался. А моим знакомым обращались к эндокринологам, гематологам. Да, приходилось. А с маленьким ребенком мы стоим на учете в гематологии. Как вы оцените уровень помощи оказываемой? Очень хорошо. Мы уже год стоим на учете с малышом, полтора годика ей. И есть двиги. Слава Богу, нет. Все нормально было пока. Я лично туда не обращалась, но наслышана о своих знакомых. И что говорят? Говорят, что очень удобно, потому что есть предварительная запись, насколько я знаю. Можно в интернете даже заказать очередь. И, в принципе, то, что я знаю, вроде бы как бы довольны были посещением врача. Обращались. Обращалась моя мама. Ей все очень понравилось. И медицинская помощь на высоком уровне. И созданы все необходимые условия для пациентов, как бытовые, так и, ну, скажем так, для досуга некого. В общем, в некоторой степени даже не ощущала, что это лечебное такое учреждение. Ну, знаю, что центр радиационной медицины в Гомеле, потому что это пострадавшая область наиболее. Поэтому здесь центр. А больше ничего не знаю. Я обхожусь своей поликлиникой. Унук так заболел. Вот кашель, одышка была, все. И ему там, куда не возило, никто ничего ему не признавал. А в радиационном центре поставили у него коклюшная инфекция. И все. Назначили лечение, вылечили. И уже внук мою армию отбыл. И работает теперь, слава богу. Вы смотрите «Диалог». Директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Александр Рожко сегодня у нас в гостях. И мы принимаем в нашей студии прямого эфира очередной вопрос от нашего зрителя. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я проживаю в районе Волотова. Я бы хотела задать такой вопрос. Проводится ли конкретное лечение в центре токсического зуба и офтальмопатии? Спасибо большое, Елена, за звонок. Александр Валентинович, я так понимаю, что это ваше направление, с которым вы работаете? Спасибо большое за вопрос. Хочу сказать, что да, у нас есть такое направление, как эндокринология. Как я указывал, есть офтальмология. И данным разделом мы занимаемся на хорошем уровне. И даже больше добавлю, что мы являемся в системе здравоохранения Республики Беларусь четвертым уровнем, то есть республиканским, где направляют наиболее сложные случаи. Поэтому не теряйте время, записывайтесь. Вот как раз эндокринология и заболевания щитовидной железы, их наука связала с последствиями радиоактивного загрязнения, с последствиями Чернобыльской катастрофы. И это область вашего научного интереса. Вы докторскую работу защищали по этой теме, по сравнительному анализу заболеваемости жителей Гомельской области и в среднем по республике. И если в начале 90-х этот уровень у нас был более высокий, то к 2008 году уже показатели сравнялись. Александр Валентинович, а вам было интересно, что дальше происходит? Вот что происходит сейчас, спустя еще 10 лет? Вы следите за этими тенденциями? Эта тема очень интересна. Она интересна в плане не только научной составляющей, но это интересно в плане организации медицинской помощи. И эти акценты расставляет весь мир, потому что опыта такого, как есть еще при Чернобыле, его до сих пор ничего равного не было и нет. Поэтому все исследовательские работы, особенно те, которые связаны с вопросами радиационного фактора, они работы пролонгированы. И работы, которые связаны с очень длительным наблюдением и с очень длительным эпидемиологическим анализом. Поэтому, безусловно, мы в рамках ряда международных проектов и в рамках государственной программы продолжаем их. Вы очень правильно, Ольга, отметили, что да, мы имели какое-то плата, которое было на уровне республиканского. И вот сейчас мы замечаем, что все-таки есть какие-то отклонения в сторону увеличения именно на гомельской территории. Поэтому сказать однозначно и расставить акценты, стопроцентные акценты, конечно, не приходится. Требуется еще дополнительное исследование, требуется дополнительное знание, ну и научное изыскание. Ну, для научного знания, для радиационной медицины это интересный и актуальный вопрос. А для тысяч людей вопрос качества их жизни. Насколько сегодня медицина научилась справляться и помогать людям с заболеваниями, в том числе и самыми серьезными, онкологическими, с щитовидной железой? Ну, скажу так, что, безусловно, после аварии на Чернобыльской АЭС целый ряд научных подразделений, ряд ученых, которые со всего мира были нацелены на то, чтобы выявить, что же все-таки может быть связано. Потому что это относится к таким стахастическим эффектам радиационного воздействия. Поэтому очень сложно сразу оценить. И вот рак щитовидной железы спустя 6 лет, тогда, когда в Беларуси, до этого в Беларуси не было, а в 1991 году начал расти. И, безусловно, международное сообщество сказало, да, в этом есть связь, есть связь рака щитовидной железы именно с воздействием радионуклидов йода. На сегодняшний день по остальным налозологическим формам мы видим достаточно стабильные показатели здоровья. И есть незначительные отклонения, но сказать 100% о том, что где-то мы выходим за какие-то рамки, конечно, не приходится. Что бы Вы посоветовали людям, у которых выявляются проблемы со щитовидной железой, как бы Вы могли их успокоить? Потому что, ну, мне кажется, что жить можно, жить можно долго, можно жить счастливо, но нужно лечиться, нужно наблюдаться. Ну, Вы знаете, как в медицине самый важный, видимо, фактор – это профилактическая медицина или та медицина, которая выявляет заболевания на ранних стадиях. И, безусловно, первое, то, что хотелось бы порекомендовать, то, чтобы мы не стеснялись, приходили к врачу, проходили диспансеризацию, которая на сегодняшний день очень активно позиционируется в системе здравоохранения. Вы правильно подметили, что мы сегодня научились справляться с раком щитовидной железы. Сегодня рак щитовидной железы – это не то заболевание, которое должно приводить людей в шок. Если выявлено на раннем этапе, то практически мы имеем очень длительную и качественную хорошую жизнь. То есть это проводится хирургия, это проводится заместительная гормональная терапия, и люди живут обычной жизнью. А какое из диагностических исследований лучше всего выявляет патология щитовидной железы, чтобы Вы порекомендовали делать всем и каждому, просто для того, чтобы знать, что все в порядке, чтобы мониторить свое состояние? Ну, в первую очередь, это, безусловно, скрининг именно, скрининг УЗИ, потому что это достаточно информативно. Ну, а в последующем тот объем, который необходим, я думаю, что должен определять специалист. Александр Валентинович, у нас не так много времени остается до окончания программы. Скажите, пожалуйста, Вы уже сказали, что нового не боитесь, сложная задача Вас не пугает. Что же дальше? Дальше на чем будете делать акцент в развитии Центра? Ну, Центр – это не просто Центр, это все-таки научно-практическое учреждение. И, безусловно, основные акценты – это развитие дальнейших технологий медицинских, это развитие клеточных технологий, это развитие ядерной медицины. Вот это те основные акценты, которые, я думаю, что послужат, если мы их внедрим, послужат на пользу нашим людям. Есть сообщение о Вайбере, хотелось бы успеть уделить ему внимание. Ответа оно не требует, но прочитать его нужно. С 2016 года отец наблюдается в РНПЦ у гематолога. Хотим поблагодарить коллектив учреждения за их работу, вежливое и внимательное отношение к больным. Спасибо, Елена Цветлогорск. Спасибо, Елена, что Вы не пожалели времени и теплых слов для того, чтобы людей, которые делают свое дело, несут ответственность за его результаты, поблагодарить. Я думаю, что это приятно. Спасибо большое, Елена. Для врача действительно это большая благодарность. И самое важное – это слова «тогда, когда пациент удовлетворен». Спасибо большое за эфир. Пролетел молниеносно. Спасибо большое. Благодарю Вас. Директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Александр Рашко был сегодня у нас в гостях. Спасибо за Ваши вопросы, за Ваше внимание. Будьте, пожалуйста, здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова